Всем подписчикам привет! Сегодня я вам расскажу и поделюсь одной системой вакуумного консервирования усовершенствования ее. Система ВАКС, которая выпускается у нас на Саратовском заводе и продается в виде крышек вакуумных и система откачки. Насос, ручной насос, который позволяет откачивать емкости стандартные банки стеклянные с разными размерами, кстати, три типа размера крышек для консервирования продуктов в вакууме. Но вот этим насосом стандартным откачать глубоко воздух не удается, потому что за счет пропуска в момент работы насоса не получается глубокий вакуум. Максимально можно откачать ну 30-40 миллиметров ртутного столба, не ниже. Я применяю эти крышки для систем более глубокой откачки, для субболимационной сушки продуктов из замороженного состояния, для вакуумной сушки и концентрации соков. Для сушки для вакуумного приготовления сгущенного молока, то есть молоко в вакууме, у меня есть тоже на канале способ. Что для этого необходимо? Необходимо вот эти вот крышки вакуумные оборудовать системой откачки с помощью насоса. Насос вот этот ВАМВ-115 позволяет откачивать до единиц миллиметров ртутного столба. Но для перехода на стандартную крышку здесь нужен вот такой диаметр. Я придумал использовать колпачки. Колпачки, которые остаются после заправки баллончиков, они предохраняющие. Колпачки сверху закрываются. Вот он колпачок, который еще оборудовается вот таким замотником. Замотник это тоже бескамерной шины, автомобильный замотник для накачки с грибком. Они бывают прямые и бывают загнутые. Кстати, загнутые мотунные. Корпус мотунь его можно паять, а вот эти прямые они из хилумина не появятся. Что для этого делается? Необходимо просверлить вот этот колпачок диаметром 13 миллиметров. Это размеры как раз для запрессовки вот этого штуцера. Для этого используется сверло, которое не создает задиров. Я использую сверло Форстнера, так называемое сверло Форстнера, которое есть в продаже и которое сверлит без задиров. Оно по дереву, по пластику и по тонкому металлу, по мягкому металлу можно сверлить. То есть крышка спокойно просверливается. Просверливается крышка на 13. В нее, в этот колпачок запрессовывается изнутри штуцер, золотник прямой или вот такой загнутый. Он изнутри запрессовывается и здесь в соединении образует уплотнение. Чтобы не было натекания воздуха, я смазываю его вакуумной смазкой. Есть специальная вакуумная смазка, я ее использую. Можно использовать любую другую такую уплотняющую смазку. И потом используя насос масляный, ванлевый китайский, позволяет откачивать уже с помощью вот этого штуцера очень глубоко. То есть накручивается штуцер на него. Используется, я использую переходник для автомобилей газель. Вот такой переходничок автомобиля газель, который имеет гайку накидную. И насос им я могу откачать очень глубоко, то есть до кипения. Для уплотнения вот этого стыка, здесь немножко нужно уплотнение, используется фум-лента. Фум-лента продается доступно, стоит копейки. То есть включается насос. Насос. И как раз он четко становится у нас в это положение. То есть уплотнение идет здесь и здесь, полностью выбрано. И у нас, видите, что уже насос перебоями работает, это уже достаточно глубокий вакуум. При этом начинается кипение масла. То есть масло начинает кипеть при комнатной температуре. Из него выделяется воздух и вода скипает. Видите пузырьки? Пузырьки кипящего масла. А температура сейчас ну 25 градусов. Температура кипения 25 градусов. То есть можно уже делать более глубокую консервацию. если вы продуктом заполните банку под самую крышку и потом откачаете воздух, то вы сможете, допустим, хреновину я сохранял в течение года. То есть через год открываешь ее, она как свежая. В вакууме хранятся продукты очень долго. Потому что нет окислителя. То есть нет кислорода, нет окисления жиров и всего остального. Вот такая вот. Потом убираете, вакуум остается. То есть идет кипение. Видите, да? При комнатной температуре. Это уже глубина вакуума меньше 10 миллиметров ртутного столба. Вот такой вот способ переходника и консервирования. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.